Субтитры создавал DimaTorzok По болезни временно недееспособные лица, люди которым исполнилось 70 и более лет, если они по состоянию здоровья не могут сами прибыть на избирательный участок. Напомним, 28 октября в воскресенье в 67 одномандатных округах пройдет второй тур выборов в Сейм. 14 октября в трех округах в Кидайняйском, Вильнюском, Шальчиненкай и Вилковишке члены Сейма были выбраны после первого тура, поэтому второго тура выборов в этих районах не будет. Во вторник вечером Европарламент решил, что 2013 год будет объявлен Годом граждан Европы. По договору Союза каждый гражданин европейского сообщества обладает определенными правами, среди которых право свободного перемещения и право на проживание в любой стране Евросоюза, право голосовать и быть выбранным на европейских или местных выборах, а также право подать петицию в Европейский парламент. В рамках мероприятий, посвященных 20-летию Литовской Конституции, были объявлены и награждены лауреаты прошедшего экзамена по главному закону страны. После первого тура, в котором всего участвовало 32 тысячи граждан страны, во втором встретились 900 лучших. Из них выбраны трое, которые лучше всего сдали экзамен, а также три лица, у которых есть юридическое образование. Три победителя были выбраны и среди осужденных. В группе школьников комиссия выбрала 9 человек, которые лучше всех знают Конституцию. По данным Международного исследования Всемирного банка «Doing Business», Литва по улучшению условий для предпринимательства остается на той же позиции, что и в прошлом году – 27-й из 185 стран. В исследовании отмечено, что Литва провела ряд реформ, которые значительно улучшили бизнес-среду. Среди стран Европы наша страна занимает 9-е место рейтинга. Новости спорта. Оба литовских клуба вчера вечером в Евролиге одержали победы. Наконец-то первый положительный результат зафиксирован у Литвос Ритес, который дома со счетом 69-61 обыграл белградский партизан. Акауновский Жальгерис продолжает серию побед в группе С. Со счетом 79-61 литовские спортсмены обыграли греческий Олимпиакос. Жальгерис является лидером своей группы, а Литвос Ритес занимает четвертую позицию в группе D. Европейская Федерация плавания в шестой раз назвала лучших спортсменов в водных видах спорта. Представительница Литвы, чемпионка Лондонской Олимпиады Рута Милутидя, заняла почетную третью позицию среди женщин в группе плавания классическим стилем. В выборах участвовали представители Федерации из 51 страны, официальные лица и журналисты. Погода Сегодня ночью пройдет мокрый снег с дождем. В субботу также во многих районах ожидается кратковременные осадки. Снег Температура ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 2. Днем до 4 градусов тепла. В воскресенье вероятность осадков мала. День будет ясным. Температура воздуха 3 градуса выше 0. Продолжение следует... Продолжение следует...